Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и если вы только знали, в каких условиях я сейчас собираюсь снимать для вас. Я тут выкроила себе вот это вот местечко, просто, в общем, пока малой спит, он может в любой момент проснуться непредсказуемо. Я сейчас буду вам рассказывать свой поход в фикс прайс. К сожалению, ничего такого прям суперинтересного я не нашла, но я взяла все необходимые вещи, как раз таки еще и для маленького. Взяла, покажу вам, что там, да, полезненькое. Ну, в принципе, то, что всегда необходимо, и, может быть, то, что я еще даже не показываю. И первое, что я вам хочу показать, кстати, это новинка у нас. Это вот такая штучка. Знаете, купила ее, конечно же, не я. Купила ее моя мама. Как думаете, для чего? Мне интересно ваше мнение в комментариях. Вот давайте вот сейчас вот прям возьмите, поставьте на паузу и напишите. Как думаете, для чего эта штука? Ну, а теперь, раз вы написали, проверяем. Дань, вы никогда не догадаетесь здесь. Просто моя мама, она смеется, она долго говорила. Может быть, не надо говорить? Ой. Здесь просто эта штучка для говна. Ну, не для людского. Для кошачьего. Я чешу ей голову, потому что еще мы ее не использовали. Ну, очень выглядит, конечно, да. Можно, кстати, чесать голову. Очень клево. Как такая рука, знаете, многофункциональная. Ой, кайф. Кстати, вот, можете взять. Для этого. Расческа. Спинку причесать. Спинку причесать. Ну, давайте серьезно. Что, мне прическа испортилась? Давайте серьезно. Да, эта штучка действительно реально для говна. Кажется. Просто я живу в частном дворе. И вот, кстати, кто живет тоже в частном дворе, у меня к вам вопрос. Как вы избавляетесь от кошачьего говна? Я не имею питомцев домашних, но у меня есть двор, где постоянно приходят соседские какие-то дворовые коты. Здесь проходной двор, и они, если не проходят через забор, в котором у нас там вот дырка под забором, да, то они через крышу, через соседей там скачут, прыгают, орут под окнами, как бы, и, соответственно, у них тут дом. Я их раньше прикармливала тут рядом, но потом решила, что зря я это делаю. В общем, мы вот к чему пришли. Вот к этой грабелькой. Надо чем-то убирать, и вот этой штучкой можно аккуратно убирать. Теперь у нас будет чистенько. У нас до этого было чистенько, конечно, но все же. Ладно, теперь нормальные покупки. Это вот такая... Три минуты говорила об этой говноуборке. Я купила вот такие вот ватные диски. Вы знаете, я покупала в Ашане и в других местах ватные диски. Вот эти диски мне больше всего нравятся. Именно тем, что они простроченные. То есть другие бывают, знаете, берете, они разъединяются, ватка выскакивает, вываливается. Вот здесь простроченные по кругу ниточкой ватные диски. И они очень аккуратно берутся. И, в общем, мне они нравятся. У меня их прям много, и я их беру постоянно и беру, потому что они везде пригодятся. И теперь, когда маленький появился, вообще постоянно нужно. Также мы купили вот такие вот две папочки. Опять же, появился маленький, появилось много документов. Сейчас я хожу туда-туда, организую. Вот у нас синяя папочка для маленького, красненькая для моих документов. Очень аккуратненько все вот так вот будет лежать. Вот в таких папочках. А стоят они в пикс-прайсе 7,50. 7 рублей 10 копеек. Где-то вот так вот. Ну, такие вот аккуратненькие папочки для документов. Дальше. Я, кстати, беру вот так наугад, из пакета все вытаскиваю. Я купила себе вот такие вот мачки, о которых говорила Лина. Она говорила, что они очень классные. И сейчас я тоже как бы кормлю своего маленького. И мне удобно, чтобы вот были какие-то такие вот топы. Потому что у меня сейчас тоже топы, вот видите, на мне розовенькие, да. И я решила... Ну, я его покупала уже не помню где, тоже за недорого. И вот раз Лина говорила, что они очень хорошие, классно сидят, очень хорошо держат грудь. И вот я купила себе такой бежевенький, который подо все. Ну, вот такой цвет мне понравился. Там были еще розовые, зеленые, желтые. Я бы хотела еще черный и белый купить, но, к сожалению, таких цветов там не было. Вот. Так что у меня вот такие вот теперь по 55 рублей топики. Очень хорошие. Ну, я еще их не мерила, но доверяю, доверяю людям, которые пробовали. Также я купила для маленького, ну и вообще для себя, вот такие вот салфеточки. Там есть разные салфетки, но вот эти салфетки от нуля. То есть они с первых дней жизни гипоаллергенные. И содержат экстракт алоэ для детей, очищающий. 80 штук. Я купила себе две пачки. Но даже когда еще у меня не было ребенка, я тоже их покупала, когда... Ну, потому что они действительно классные. То есть вы понимаете, да, что самое лучшее детям, поэтому стоит лучше брать для детей салфетки, чем какие-то другие. И вот я сейчас пользую, использую их. Я взяла сейчас дополнительные. Очень, ну, как бы хорошо все очищают. И никакой аллергии, ничего у нас нет. Так что можете использовать эти салфетки. Так, это я не буду показывать. Также я купила из этой же серии ватные вот такие палочки. Они у меня уже начали заканчиваться, так как опять маленькому то ушки почистить, там носик почистить, что-то, да, пупочек продезинфицировать. И уже закончились у меня. Но я купила вот из этой серии. Я еще не пробовала такие, но думаю, они тоже хорошие, такие же, как и ватные диски. Вот такие вот палочки. Их тут 400 штук. Также я решила купить вот такой фонарик, потому что, знаете, нам стали в последнее время что-то отключать свет. Ну, и вот здесь вот достается вот такая штучка. Я сразу ее достану уже при вас. И вот так вот он горит. Ну, кстати, у него несколько, по-моему, положений. Теперь горят все, видите, 4 штуки. Одна. Все. То есть, ну, удобная штука, потому что я все время ищу свой телефон и включаю там все время фонарик. И я думаю, что это очень удобно, у кого отключают свет, ну, или там, мало ли что, в общем, фонарик вот такой вот класс. Ну, тем более легенький, его даже можно с собой носить, но мне он дома нужен. И, естественно, беленький, потому что все беленькое у меня вокруг. И еще долго думала, вот хотела такие штуки купить, но не знала, куда их применить на самом деле. Вот такие вот штучки. Они клеятся, сзади мелкие, беленькие. И мы пишем, вот здесь вот примерчики вам приведены. Ну, мы пишем, что это, к чему-то. И, наконец-таки, я поняла теперь, куда это я могу использовать, потому что мне прям необходимо это было. Вот помните корзинки в фикс-прассе я покупала? Беленькие, розовенькие, да? Они у меня стоят сейчас в шкафу. И для того, чтобы посмотреть, что в них, мне нужно достать каждую, полазить там и посмотреть. А сейчас я там все разберу, в каждую корзинку все положу. И наклею на каждую, ну, на каждую, чтобы знать, чтобы просто я открыла шкаф и посмотрела, в какой корзинке что лежит. Вот. И это будет и очень симпатично, и, в общем, очень полезно. И будет нести свой функционал. Ну, вот, в принципе, и все. Покупочки фикс-прассе закончены. Там есть новая коллекция с кофем какая-то. Но, если честно, мне она, ну, не особо понравилась. Есть что-то прикольное, но уже столько-столько всего фикса. Надо, чтобы действительно что-то супер-клевое было или супер-полезное для того, чтобы я приобрела. Поэтому вот такие полезные покупки, которые мы сейчас приобрели. Фишка этого видео, это вы поняли, да? Многофункциональная грабелька. Вот. И... Она классная. Кстати, ей можно, да, и листья убирать. Осень на дворе, да, у нас сейчас будут листья, что-то лишнее. Ну, классно. Она мягенькая такая, вот, знаете, как бы. Прикольно. Моя мама долго стояла, выбирала там лопатку или такую, или такую. Взяла, в итоге вот такую. Сюрприз. В общем, все, дорогие мои. Мои покупки закончились. Если мое видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я постараюсь сделать для вас фикс почаще. Главное, чтобы туда завозили классные-классные вещи. Так, я готовлю для вас много интересных видео полезных. Также видео по запросу, что вы хотите. В общем, все пишите в комментариях. А я прощаюсь, и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.